всем привет рада что вы зашли на мой канал мой канал о прическах называется лазница и сегодня хочу вам показать прическу точнее плетение из 6 прядей а также из 7 у меня часто просили и в инстаграме и тут в комментариях поэтому сегодня решила выделить день и снять для вас такой полный полный урок будет приятно если вы научитесь после моего видео делать такие косы и для начала я буду использовать воск последнее время почему-то стало больше им работать у меня стайлинги под настроение так воск у меня от эстель вот такой вот беру его совсем немножко примерно вот так растираю в пальчиках разогреваешь то есть не наношу вот эту белую массу сразу на волосы а хорошо разогреваю растираю между пальчиков и потом уже аккуратненько было наносить на волосы вот видите он стал такой прозрачный и теперь я аккуратно наношу наношу на те места где я буду отделять проборы чаще затем остатки я распределяю по всей длине для чего нужен мне сейчас воск воск делает волосы эластичными пластичными то есть он убирает пушок плетение вам будет удобнее плести то есть вот видите я расчесываю и какие волосы волосинка к волосинке гладкие и вот реально как пластилин как вроде делай с ними все что хочешь и так воск я нанесла теперь приступаю к плетению сейчас буду показывать косу из шести прядей она также как касаясь четырех прядей будет с одной стороны выпуклая а с другой наоборот пряди подхваты будут идти на косу то есть с этой стороны под косу с этой на косу ну или наоборот как вы уже решите и такие косы там где много прядей я всегда начинаю из трех мне так удобней отделяю первую прядь волос и делю ее на три и и начинаю плести как обычную косу из трех прядей правую прядь кладу на среднюю переношу в левую руку забираю правой среднюю прядь в правую руку и теперь то же самое делаем слева левую прядь кладем на среднюю и забираем в правую руку среднюю прядь переносим в левую все вот мы сделали один проплет дальше нам нужно добавлять четвертую пятую шестую прядь значит что я делаю справа крайнюю прядь я убираю добавляю подхват то бишь четвертую прядь она у меня идет под правой крайней и на следующую прядь вот так как вы видите у нас есть уже четыре пряди слева делаем то же самое самую левую крайнюю прядь я убираю под нее мы будем добавлять пятую вот пока убираю чтобы не мешало добавляю пятую прядь хорошо прочесываю чтобы не было петухов никаких возвращаю крайнюю левую прядь то есть у нас пятая прядь подхват идет под прядь и на прядь вот теперь у нас есть пять прядей и нам также нужно добавить шестую справа опять берем подхват и это будет шестая прядь также хорошо прочесываем и смотрим что она уже должна идти у нас наверх то есть если она пойдет под низ то плетение не получится вы как бы сами смотрите как должна идти прядь видите она просится наверх этой пряди значит она идет на эту прядь под следующую прядь и на следующую прядь вот так вот видите у нас с этой три пряди стороны и с этой стороны три пряди вот так вот должно у вас заканчиваться плетение когда вы с одной стороны проплели и с другой то есть три пряди смотрят в разные стороны все у нас есть шесть прядей и теперь мы продолжаем наше плетение уже спокойно ничего не добавляем с этой стороны у нас как вы видите пряди будут идти под прядь а с этой стороны вот даже видно пряди будут идти на прядь и теперь просто вы плетете как корзинку то есть вот вы видите крайняя прядь будет идти под прядь и на прядь вот левая прядь под прядь на прядь забираете средним пальчиком правой руки эту можете убрать чтоб не мешало и добавляете к ней подхват возвращаете обратно прядь зажимаете левой рукой зажимаете вместе где идет вот эта прядь и вот это то есть когда вы тут зажмете вы сможете смело отпустить остальные пряди потому что они уже не распустятся то есть вам нужно смотреть где у вас идут подхваты какие пряди могут сейчас упасть и все испортить значит мы находим все пряди вот у нас первая вторая третья и четвертая с этой стороны мы крайнюю прядь правую кладем на соседнюю прядь добавляем подхват и так крайняя прядь на прядь под прядь и на прядь вот видите мы опять проплели справа и слева и у нас опять получается что с этой стороны три пряди и с этой значит вы все сделали правильно плетем дальше опять слева у нас идет прядь все время вы когда уже увидели с какой стороны у вас пряди идут под вы запомнили что с этой стороны все пряди идут под прядь с этой напрядь то есть бывает такое что вот у вас вот так вот перепутались пряди и вы начинаете плести по другому поэтому вам нужно запомнить с какой стороны и нужно смотреть чтобы эти пряди и правда не переплетались потому что можно запутаться и слева опять прядь идет под прядь и напрядь добавляем подхват возвращаем крайнюю и вот видите у нас в эту руку переходят две пряди переходят в эту руку и вот этими пальчиками зажимаются в пересечении вот этой пряди и этой вот зажали теперь можно спокойно отпускать чтобы работать с этой стороной с этой стороны находим самую первую прядь помним что она должна идти напрядь то есть не делаем вот эту прядь первой потому что можно подумать что вот эта прядь первая и пойти под прядь напрядь и запутаться дальше в общем находим все наши прядки вот у нас самая первая она у нас будет идти напрядь под прядь и напрядь но для начала добавляем подхват добавили подхват и начинаем плести напрядь под прядь и напрядь и хорошо все стягиваем и опять у нас получилась картина с этой стороны три пряди и стой все сделали правильно ну в принципе и так продолжаем плести слева под прядь напрядь добавляем подхват справа напрядь добавляем подхват просто так удобнее с этой стороны сразу добавить подхват потому что нужно много потом проплетать и так напрядь под прядь напрядь все все сделали правильно продолжаем плетение под прядь напрядь а тут напрядь а тут напрядь подхват отпрять и напрядь все видите я добавила последний подхват и теперь я буду просто плести уже из оставшихся прядей значит напрядь под прядь напрядь как не запутаться до куда нужно вот это вот под прядь напрядь плести значит смотрим у нас три пряди в этой руке три пряди в этой руке начинаем слева кладем под прядь напрядь эта прядь уже ушла в правую руку тут остается две теперь мы их зажимаем в левой руке и видим что у нас тут четыре пряди которые мы должны вот этой вот крайней прядью проплести пока вот эта вот прядь не дойдет в левую руку надеюсь понятно и так у нас слева идет напрядь под прядь напрядь и возвращается в левую руку и теперь у нас все правильно три тут три тут все плетем дальше под прядь напрядь забираем вот мне удобно держать вот так всей рукой а забирать средним пальчиком то есть вот перехватывая левой рукой и теперь с этой стороны напрядь под прядь напрядь и опять забираю средним пальчиком левой руки уже так плету до конца косы все в конце завязываю резинкой вы можете спрятать резинку сразу то есть завязываете не до конца допустим вот оставляете последний оборот берете волосы часть волос и сразу прячете эту резинку то есть оборачиваете и кончик возвращаете в хвост до завязываете и вот резинка прячется под вот этой вот прядью вы просто распределяете это толстая резинка но если делать силиконовой ее вообще не будет видно вот у вас конец красивой косички и вот такая вот косая с шести прядей у нас получилось в принципе это правда очень просто если начинать из трех то есть у вас ничего в руках не путается эти пряди тем более когда вы начинаете из шести вам сложно понять что куда нужно плести сразу когда вы начинаете из трех то вы постепенно добавляете пряди и уже понимаете какая прядь куда идет поэтому вот так вот можно растянуть по желанию косы с четным количеством прядей будут всегда вот такие вот с одной стороны подхваты идут на прядь то есть она как бы закрытая а с другой стороны она выпуклая вот наша косичка очень интересная красивая надеюсь что у вас получится я буду очень рада если у вас получится повторить и вы научитесь делать такую косу отмечайте меня в инстаграм если будете выкладывать буду лайкать мне всегда очень приятно видеть ваши работы по моим видео я решила что в одном видео это будет для вас сильно сложно две косы потому что нужно запомнить и отработать сначала одну поэтому в следующем видео я вам покажу косу из семи прядей а еще у меня будет для вас домашнее задание отработать эту косу из шести прядей научиться то есть запомнить как ее плести уже без видео несколько раз ну хотя бы раз пять позаплетать и если вы есть в инстаграме то отметить меня хэштегом лазница шесть прядей я обязательно зайду и обязательно посмотрю все ваши работы мне будет очень приятно на сегодня у меня было все если ждете косу из семи прядей то поставьте хотя бы плюсик в комментариях чтобы я знала и с вами была лазница Вика всем хорошего настроения и всем пока